так видно да нет не видно пока вот так видно так так где вы кто и сколько вам значит я из украины из харькова мне 18 лет мы с вами не встречались я поясняю у нас все записывается выставляется в интернет вы не против ну все слушай говорите значит чтобы вам было понятно что я хочу услышать я расскажу примерно свою предысторию значит я крещен в детстве в православии и годам 12 попал к Бабкисту и у них там крестился позже и сейчас месяца уже три пришел в православие и в основном по вопросу церкви а вы на нашем видеоканале на нашем видеоканале бываете да я нашел ваш видеоканал когда пытался некоторых вопросов разобрать то есть наши видеоролики вы смотрели но у меня все да хорошо говорите значит вопрос у меня какой возник а о спасении вот чем дело что у бакистов ну вообще у протестантов с этим все понятно очень просто и проповедовать легко они говорят что повериваются христа чего и получать спасение то есть конкретно мой вопрос о доктрине уверенности в спасении по библии они приводят тексты где говорится что человек может знать что он в данный момент уже спасен там залог святого духа не может знать не может апостол павел давайте по счастью только скажете не так я сразу вам вставляю то следующее уже это уйдет первое неизвестное значит апостол павел говорит мы спасены в надежде в надежде да кремлинам запишите в надежде только мы спасены но в надежде они так что я поверил и все бесы веруют и трепещут это бесовская вера многие потерпели кораблекрушение в вере то есть они были верующие думали спасены но потерпели кораблекрушение вы такое считали кораблекрушение это значит корабль пошел ко дну ко дну ни один не дошел они говорят баптиста упускаю что все это относится к церкви вне церкви нет спасения они то что я дохода и адвентисты спасена и иеговисты и все все еретики спасены это ошибочное мнение вне церкви вне церкви спасения и дальше говорите ну смотрите я тоже приводил когда беседовал с пастором там из других церквей церкви другой я спрашиваю почему в одних местах библии написано что мы спасены допустим а но к тимофею пример написано что дьякона нужно поставлять чтобы был не из новоначальных чтобы не возгордился и не подпал осуждение дьявола то есть очевидно что осуждение дело имеется ввиду вечная мудро и многие другие тексты где написано что если претерпевший же до конца спасется и тимофею павел пишет что там спасен да будет в общем как вместить в уме все эти тексты одновременно не отвечает так что человек который возрожден почему претерпевший до конца спасется то есть человек возрожденный он имеет спасение и спасется если он не отречется до конца жизни да то есть ну все-таки когда спрашиваешь у них о том моменте что они говорят можно быть уверенным что я спасен именно в данный момент понимаете нет и в данный момент это в данный момент это нам кажется они не ходят на исповедь у них нет священства нет причастия у них нет жизни кто не будет кушать плоти сына человеческого не будет иметь жизни это шестая глава евангелия тяна у них этого нет у них хлеб остается хлебом веном а раз этого нету там никакой жизни нету это самообольщение самообольщение это просто секта которая возомнила себе непотребно но возьмите настоящий момент говорят я не считал их 21000 разных сект по названию и все говорят мы спасены но возьмите мормоны там вообще там марони что сказал там золотые листы и проще это нет этого нигде в писании из баптисты из сектантов самая правильная самая правильная баптиста потому что они непосредственно вышли от православия адвентисты седьмого дня они уже захоронили все заблуждения баптистов и наложили свои душа умирает а да нет праздновать надо субботу и по то есть они наложили от них вышли и гависты они сохранили в себе все заблуждения баптистов адвентистов и свои придумали уже нет троицы никакой христос от архангел михаил то есть безумие полное но я не разбираю все это значение но я вам сказал вот они говорят мы спасены спасены в надежде то есть дается шанс вот образец маленький разговора сынишка подходит в америке к отцу и говорит папа президента то есть без сегодня избирать уже будут он горит а сынок папа почему ты не президент ты же говорил что по конституции любой может быть президентом лишь бы ему было 35 лет и чтобы не меньше десяти лет жил в америке а мы здесь родились а ну правильно сынок ты говоришь но тут видишь и какое дело то это надо вот то 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 ну пап ну ты же сказал что каждый может быть президентом каждый это теоретически а практически не каждый не каждый надо быть масоном последней степени и дальше на ворот и все это вы должны выполнять против совести когда нужно кого убить он должен подписать разрушить всю инфраструктуру в ираке и выливать то есть в ливии он все должен делать а это в конституции не прописано не надо быть как ребят ребенок маленький да за нас умер христос в момент когда я принимаю христа искренно и принимая крещение я выхожу из воды в этот момент я спасенный в этот момент это руками священника правильно крещены тут еще условия быть церкви вне церкви нет спасения нету 1423 я не говорит о том рукоположили пресвятеров каждой церкви каждый а зачем 247 деяния апостолов 247 господь ежедневно прилагал спасаемых церкви то есть они не спасены а спасаемые их нужно приложить к церкви а зачем их прикладывать церкви то мы двое или трое вописка где двое или трое собрались написано где двое или трое собраны во имя мое собрана то есть другой силой духа святого это я вам попутно говорю корень здесь если этого нет остальные рассуждения уже не имеют смысла он не церкви а церковь 1 18 колоссиным говорит это тело его вне тела христова какое спасение то где но ноготь отдельно спасется или палец это просто легкомыслие какое-то никакая не церковь их никогда не называйте организация они так и регистрируются сегодня организация религиозно как все-таки как тогда объяснить есть благодати божией вне церкви не церкви дух дышит где хочет дух дышит где хочет и люди могут обращаться и каяться даже ослица может заговорить человеческим голосом и остановить безумие пророка это первая ступень и меня спрашивают иногда я много преподавал в университетах разных ну а как вот баптисты вот что они имеют духа святого или не имеют и в момент обращения имеют никто не назовет иисуса господом как только духом святым но на этом не останавливается начинает хулить иконы начинают сразу же говорить что рукоположение от апостолов не нужно и тысячелетнее царство вот три у них главное заблуждение остальные посередке они не слушают они на исповедь не ходят каждый сам себе царь без царя в голове он думает что праведный так и думает тут а баптисты были отделены отделены это совет церкви они более искренне и начали тут приехали братья не означали исповедовать они до брачной жизни живут там в блуде живут начали исповедовать как православные батюшки и там такая беда полезла что я близко знаю поэтому услышал у нас священник отделены отделены баптисты вот сейчас на днях у меня был пятидесятник тут разговор увидите тоже по скайпу пятидесятники я их очень хорошо знаю я сам там обратился у пятидесятников то есть я библию получил обращение там у меня я смотрел вот больше ничего нету но у них там такое блудство раз просто развратный дом самые сумасшедшие в дурдом идут и он как будто этого не знает играет на моя это знаю я у них проповедником был ну и что она исповедь то не идут они во грехах изгнивают а ты сходи к батюшке на исповедь сейчас идет пост ни поста ни креста вообще ничего нету только руку подними в германии там не надо даже выходить так кто хотел бы отдать свое сердце господу поднимите руку подняли руку сидят тоже прям в зале курят тоже в молитвенном доме сидят курят а следующее собрание русская которая из россии немцы так они дым выгоняют горит русские не любят табак у русских хоть за этим смотрят тоже спасенная мы не спасены это человек он имеет право жетон как сказать образно на спасение но не более того пожалуйста все таки когда мне объясняли этот вопрос то говорили что человек который услышал бы святости все таки он же получает изменение жизни плоды видны шанс так скажем его дух святой коснулся он принял христа за господа но в церковь не входит следующий шаг надо шагнуть а он на церковь повернулся и пошел и все отнято он бросила тот дар который бог дал ему вне церкви нет спасения вы повторяйте непрерывно это вне спасения деяния 247 какое спасение церковь тело на глава христос я вам говорил где 1 18 колоссянам вот и все и раз они не церковь дальше рассуждать не надо на мне зачем у них осуждать там обсуждать я им сказала отошел к этой теме даже не возвращайтесь тут все ясно они христос горит я создам церковь протада не одолеет ее создам и он создал день 50 если но не в 1609 году откуда они совершенно другие молитвы другой алтарь все другое никакого отношения к церкви не имеет они самостоятельно сами собрались от баптистов уже другие отделились никакой связи с апостолами то нету у них пастор там называют хоть как-то назови то он не может рукополагать он не может родить он не имеет связи с апостолами это самозванство это для них числа 16 глава вот запишите несколько раз прочитаете числа 16 глава это приговор всем сектантом я считал все кто думает отделиться они попадают за фаном и роном и кореем живьем в ад идут они не были не блудники но если человек не знает ну и что если он не сознательно исповедует что не знает незнание однако это не оправдание это еще дедушка горьков говорил это не оправдание слепой слепого ведет оба упадут в яму оба у православных тоже батюшка знает он ответит ничего батюшка не ответит за вас каждый отвечает за себя зачем ты за ним пошел он слепой а ты пошел за ним слепой слепого ведет и будут говорить привратно чтобы увлечь за собою деяние 20 глава 29 стих говорить привратно и говорит кому это епископам законным они не не иритикам а уж про иритиков вообще там слова нету иритика после первого второго разумления отвращайся почему потому что они самые осужденные он себе приговор сам подписал и все и жизнь закончилась я с сектантами 53 года работаю сразу если он избран богом он принимает сразу говоришь ему а не избран он будет долдоне свое ему даже нужды нету страха божия нету что он не в церкви тут легко понять а как церкви рукоположен апостол христос поизбралах они рукополагают епископов епископов епископы других и так до наших дней если связи это прервано самозвание следующее без всякого прикословия меньше благословляется больше но это ясно евреям 7 7 смотрите вы когда об этом говорите вы имейте ввиду стих деяния говорите что пока здесь и крестится каждые два для прощения грехов правильно до 238 у сектантов прощения нет они так не учат они говорят покаялся и ты прощенный окрещение то так просто заповедь божия дабы исполнить всякую правду дать богу обещание доброй совести они не забывают обещание доброй совести запятая написано спасает они не рассчитывают на полпути бросают они мошенничают это 1 петра 3 глава написано крещение не плоской нечистоты омытя на обещанию богу доброй совести это пояснение что она в себя запятая спасает воскресением иисуса христа стань крестись и омой грехи твои крестись и омой кого мой это в воде А разве они смываются, так написано, тебе уже не надо говорить. Ну, а как же Корнилий? Соби, с ним случай случился. Ведь он принял саму весть и получил сразу дар Святого Духа. Да, это начало языческой церкви, потому что их не принимали, и Бог дал знак. Это порядок перемещен был, потому что это было начало. А при начале все не так. Не хотели их принимать? То есть это для свидетельства, да? Да, для того, чтобы Бог их принял. Иудеям. Да, апостол Петр, когда пришел, его стали упрекать, написано, 10 глава. Он говорит, я пошел не один, со мной шесть братьев были. И когда Бог дал им так же Духа, как нам, как я мог препятствовать? То есть он ссылается на этот случай, почему я их принял. И Бог знал, что другого-то оправдания Петру не будет. Они и Петра могли отвергать. И вот все с тех пор тогда поняли. А дальше, а дальше только так. Покаяться каждый из вас, говорит. И докреститься каждый из вас своими Иисусом Христа для прощения грехов. И потом дар Святого Духа. А тут дар Святого Духа пришел раньше. Переменено. Они покаялись. Получили Духа Святого, а потом крещение. И понятно, почему. Я так. Так все-таки вопрос у меня еще остается. Как, будучи православным, понимать спасение? Суть жертвы Иисуса Христа. Так и понимать, как вот говорят. Баптисты о спасении, о покаянии, о Христе понимают правильно. И так и нужно понимать. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Риммон, 10 глава. А православные ничего этого не знают. Ну, ходил, ходил, свечки ставил и все. Это ложный путь. Это не спасительный путь. Должен сам самостоятельно уверовать, принять Христа, изменить свою жизнь и жить во Христе. Вот у баптистов учение о Христе обработано очень хорошо, правильно при том. Но у них нет освящающей благодати. А благодать трех видов. Трех. Это призывающие. То есть вера от слышания. А теперь ты должен откликнуться. Благодать обращающие. Вот это два. Два у баптистов есть. А дальше освящающие через священство. У них этого нет и быть не может. У православных, наоборот, есть освящающие священства. А первые две в забвении почти везде. Не учат, не знают, приходят, свечки ставят и дальше живут во грехе. Вот надо доброе взять отовсюду. Но все-таки нельзя быть уверенным, что в данный момент я уже спасен. Нельзя. Нельзя. Мы спасены в надежде. Церковь никогда так не учит. Потому что мы идем в пути, а в пути все бывает. Ты можешь не дойти до цели. Многие, повторяю, потерпели кораблекрушение веры. Они плыли, но они не доплыли. Одного этого места достаточно, что не доплыли. Это могу быть я. Увлекся где-то в грех, вполне раскаялся заблуждением. Ереси набрался, сектантство. Поэтому написано, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Со страхом и трепетом. А сектанты, они хохочут, рот разевают. Они даже внешне бритые. На что похоже? Ни на что. Даже этого не знают. Апостолы были бритые? Нет. Ну, а тогда... Ну, то есть, любой нераскаянный грех, он может повлиять на спасение. Правильно? Да, конечно. Конечно. Написано, говорит, кто остается в этом, не остается жертва за грех. Но некое страшное ожидание огня готового пожрать противников. Четвертую главу считаем к евреям. Евреям. Да. Очень хорошо. Это у апостола Павла 10 глава, 28 стих тоже написано. Ну, Писание нам показывает истинный, единственный верный путь. Я уверен в Христа. Смотрите, а можно я примерно передам рассуждение, когда я у них спрашивал об этом, как они мне отвечали? Их ход мысли. А кто отвечал? Баптисты? Правда, ну, человек почерпнул слегка харизматическое учение. Ну, это еще дальше. У них 100% беснование. Там разговаривать не надо, отойди, чтобы тебя в бес не залез. Они там валяются, крещат, трясутся, лают, мяукают, что угодно делают. В интернете все выставлено, как у них идутся. Я их очень хорошо. А харизмат это вообще дурдом. У них ничего не сходится с Писанием, совершенно. Ну, все-таки, если рассмотреть учение, не проявление отдельных людей, если можно сказать. Это не отдельно, слушайте. А в самоучении? Это 100%. Все одинаковые. Иначе он не будет харизматом, если этого духа не получит. А для чего он не знает? Это не от Бога. Если от Бога написано, духи пророческие повинуются пророкам. А у них не повинуются. Они все горгатят, все вместе. Духи пророческие повинуются. Я говорю, ты можешь сейчас замолчать-то? Он не может. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Орет и все. Не может. И написано, если нет толкователя, молчи. Толкователя нет, а они орут всех. Нет толкователя. А если толкователь есть, говорит, два, многое, три. За все собрание должно быть два или три проповедника сказать Слово Божие. У них ничего этого нет. Там на глазах. Это не то, что... Все-таки ход их рассуждений. Это, я говорю, священные знания. Можно об этом сказать? Места, которые они попирают. Почему? Это дух совершенно другой. Там были незнакомые языки. Это сказать. Иные языки у апостолов. А тут незнакомые. Они не знают, о чем говорят. Я говорю, скажите, языки знамений для кого? Для верующих или неверующих? Они говорят, ну, написано знамение для неверующих. Вам одну секунду. Знамение для неверующих. Сейчас, можно одну секундочку? Я подойду через две секунды. Давайте. Мам, для того, что можно. А ты что, услышишь? Я только услышу, что можно услышать. Почему? Я... Я... Ну, введенную, я говорю. А, поставь? Да, поставь. А, это... Я наше путешествие. Сейчас. Хорошо, изучаю. Девену. А, по каким-то, да? Я потом. Да. А мама-то у вас верующая? Меня смущает просто ход. Мама верующая? Ну, да. Она... Тоже бабушка. Ну, не тоже, а... Ну, ей, конечно, будет неприятно, что мы разговариваем. Я хотел обсудить ход рассуждений, потому что он меня смущает. О Духе Святом, как они говорят. Ну, давайте рассуждение ваше. Говорите. Да, да. Смотрите. Вот они говорят как. Что Дух... Почему они уверены в том, что человеку прощаются абсолютно все грехи, прошлое, настоящее и будущее, вне зависимости от раскаяния, если так можно сказать, в будущих грехах. Почему они уверены, что мы уже спасены в данный момент? Ну, да. Они говорят так, что Дух Святой не может обитать в нечистом месте. Правильно. Стало быть, если человек имеет очень удар Святого Духа, то есть Святой Дух в Нем поселился, и он согрешит, задают риторический вопрос. Не выходит же сразу из этого человека Дух Святой? Не покидает же его? Не покидает. А бывает и покидает. Потому тут тоже неизвестно. Давыд согрешил, 50-й Псалом говорит, и Духа Твоего Святого не отними от меня, а сделал два преступления. А другой совсем ничего нет. Духа благодать и оскорбляет. И нет жертвы за грех. Поэтому существует исповедь. То есть нельзя конкретно сказать, что в момент какого-то греха Дух Святой сразу отходит? Ну, это незримо. Ну, как об этом говорить? Когда это невидимо. Поэтому мы приходим на исповедь. Исповедь означает, что я иду к законному священнику. А им дано право, говорит, кому простить и проститься, на ком оставить и оставиться. Ну, там-то ничего этого нет. Он сам себе хозяин. Вот. И у них не поста, ничего нет. Они живут просто как мирские люди. Повторяю, я их очень хорошо знаю. Ну, допустим, если православный человек так бы рассуждал о Духе Святом, и он начинает говорить, что я могу уверен быть в том, что я в данный момент сейчас спасен для вечности. Православный так никогда не скажет. Потому что Дух Святой не может... Никак. Православные таких слов даже не знают. Две тысячи лет, они такие слова, ни один человек так не сказал. У православных первая молитва. Считаем. «Боже, будь милостив ко мне грешному, создавай мя Господи, помилуй мя, бесчисла я согрешил, Господи, прости меня грешного». Вот православные как. А никакое спасение, когда он грешным называет. Или вот сейчас молитва Ефрем Васильевича. «Господи, владыка живота моего, той жизни, дух праздности, уныния, любоначаля, празднословия и сребролюбия не дай мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне рабу твоему. Ей, Господи, царю, даруй мне зреть и мои согрешения, прегрешения, и не осуждать брата моего». Это молитва Ефрема Сирина. Она в стихотворной форме у Пушкина написана. Это мы считаем семь недель сейчас. Семь молитвы Ефрема Сирина с четвертого века. Сектанты еще этого совсем не знают. Они и молиться не умеют. Они этого не знают. Вы скажите вот им. Смотрите, а как тогда рассуждать о своем спасении? Если я сейчас не спасен, мне что ли гадать, спасен я или не спасен? Спасен в надежде. Повторяю, у меня есть надежда. Апостол Павел говорит, хотя я за собой ничего не знаю, но тем не оправдываюсь. Судья мне Господь. Но тем не оправдываюсь. И дальше говорит, проповедуя другим, чтобы самому не остаться недостойным. Даже Павел говорит. И так я бегу, смиряю, порабощаю тело мое, порабощаю. Как? Непрестанно посты, молитвы, труды, смиряю, порабощаю. Сектанты не порабощают. У них ни поста, ничего нету. Они просто с открытым ртом живут. Что увидят, то и слопал. Дабы ни самому не оказаться недостойным. Павел говорит. И говорит, я не говорю, что я достиг. Но не достигну ли я, как достиг меня Христос. То есть у Павла сомнения, а у сектантов нету. То есть они одуращены сатаною. Как это так можно сказать? Нет, ну они говорят, что это место относится к награде, а не к спасению. Да хоть как там написано. К награде. А без награды никого и не будет. Награда будет. Это лукавство просто. Они лукавые. Так никогда не понимали в церкви. Они сироты. Церковь это дом Божий. Вот что интересно. У нас когда приходят сектанты в православие, принимают крещение. И вы посмотрели, какие они радостные, говорят, я вернулся домой. Я говорю, а ты что там-то был, у баптистов, у харизматов, ты разве не чувствовал? Нет, говорят, я все время чувствовал, чего-то не хватает. Я не мог выразить словами, а теперь я понял, это не церковь. Я вернулся домой, он сидит, ликует. Ликует, он не может остановить. Просто радость из него хлещет. Вот и все. Это сектанты. И при том они не останавливаются. Пейсятики были, надо харизматы. То есть сатана тащит по ступеням в пропа сяда. Дальше и дальше. Это высокоумие, самомнение спасено. Здесь не может сказать у нас никто. Но все-таки как рассуждать? Это есть некоторая вероятность, если допустим сейчас, в данный момент, я должен думать, что 50 на 50, это помилует Бог меня на суде или не помилует? Православные об этом не думают. Послушайте, православные не думают. Зачем придумывать? Там не написано в Библии, что думаете 50 на 50. Это все лишнее. В Писании написано со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Его надо совершить. Совершайте. Если Павел говорит, проповедую другим, смиряю и порабощаю тело мое. А зачем? Не буду есть мясо, пить вина. Сектанты все едят и пьют. Они не будут себя смирять. Они даже этого и не понимают. Это самомнение. Они похулили церковь, организовали отдельную секту, дальше назвали себя пресвитерами. Они никто, никто, самозванцы. Это внуки Дафана, Верона и Корея. Я вам сказал, к этой теме даже не возвращайтесь. Считаю, что закончено. Если у вас страх есть, вы прописаны на небе, для вас, что я сказал, достаточно. Нет, значит, вы будете другие, другие вопросы 50 на 50, потом 30 на 70. Конца не будет этой болтологии. Я не спорю никогда. Я вам возвестил все. Другого в Писании нет. Если вы приняли, значит, вопрос снятый. Хорошо. Следующий вопрос. Сейчас я задал бы, но мне нужно ненадолго отойти. Ну все, тогда прощаемся. Прощаемся. Можно вам перезвонить? Нет, сегодня уже все. Мы отходим на фирм. Через... Нет, 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 никак. То ли вы ли говорите до конца. Все, хорошо. Спасибо. Не надо. Задайте вопросы. Хорошо, я тогда быстро задал вопрос. Давайте. Я смотрю, вы человек знающий, много читали и хорошая у вас память. Я просто тоже хотел бы во многих вопросах разобраться по житиям святым и по Библии. И меня интересует, как вы это все изучили, из чего мне вообще начать изучать жития святых и Библии. Знаете что, где вы в городе находитесь, там вы в Харькове? Да. Пойдите в Центральную национальную библиотеку, там мои книги. У меня 38 книг вышло. И они в Харькове есть. Зайдите, национальная библиотека. А если в Киеве будете, там в парламентской и в национальной. Ну, мы как проехали на Украине весь юг, и в Одессе, и в Николаевске, везде мои книги есть. Мы в 13-м году проехали. Я издал книги и дарю их везде по библиотекам. Вы знаете, наше путешествие какое было. Мы от Тихого океана до Атлантики дошли. Вот, начните блаженного филакта. Толкование Нового Завета. Вот с этого надо начинать. Если это не знаете, скачайте на нашем сайте. Просто по-русски зарядите в гугл. Сайт Игнатий Лапкин. И по-русски. Да, я скачал их. Все, скачайте. И там написано Новый Завет. Три тома. Все. Считайте и молитесь. Больше вам ничего не надо. А дальше исполняйте. Сразу пойдите в церковь, сходите на исповедь. Сейчас идет пост. Ничего мясного, молочного, яйца не ешьте и рыбу. Рыбу только один раз на верное воскресенье. За неделю до Пасхи. Вот уже у нас прошло 4 недели. А пост, который по средам и пятницам. Нет, это сейчас пост великий идет. По средам и пятницам. Среду, пятницам, это в такие дни, когда за постом. А сейчас пост идет. Называется Великий пост. Большие посты. Продолжительные. Рождественские. Там 5 с лишним недель. А этот 7 недель. 7 недель мы ничего этого не едим. Это помогает тело смирять. Да, спасибо большое. Это все вопросы. Пока. Так, у вас что там стущат? Еще у вас там стущат? Что там, ремонтируете что-то? Да. Я не понял. Да, да, да. Ремонтирую. Ну вот. Ну вот. Я вам ответил. Вы вот это. Мы этот ролик выставим. Вы его посмотрите. Может завтра я его уже выставлю. И вы еще раз прокрутите, посмотрите. И тогда недели через две зайдите в это же время. Вот. Только. Знаете, это сегодня у нас суббота. Это надо будет на час попозже. Потому что тут у нас будет длиннее служба. Вот. Вот как сейчас разговаривали. На один час позже. Через неделю себе запишите. Вот. Тогда зайдите в это время. Еще один час накиньте и тогда заходите. А как вы зашли ко мне? У вас пароль где-то вы у меня подцепили или как? В смысле, как вы вас в скайпе нашел? Ну там где-то есть мой пароль. Как вы могли войти-то ко мне сейчас? Ну я вам вконтакте писал. Вашу лезвие там написал. Что он сказал? Вконтакте вам писал. Вконтакте. А. Вконтакте. Ну я вконтакте не бывает. Там модераторы, администрация работает. Они меня оттуда перекидывают на наш форум. И если хотите на форуме, зайдите, вы себя там увидите. Форум Игнатий Лапкин. Все называются «Во свете Библии». «Во свете Библии». И форум, и сайт, и вот это канал на Ютубе. И второе слово «Открытым оком». По-русски зарядите. Не надо даже по латыни писать. «Во свете Библии открытым оком». Игнатий Лапкин. Все, вам сразу откроется. Сейчас начните блаженного филакта толкования. И вы когда будете считать толкование, а вы уже кое-что там у них ухватили, и вы посмотрите, и вы за голову схватитесь, где я был. Потому что сравнивать даже не приходится. Это небо и земля. Даже не земля, а преисподняя. Сектантские толкования. Они ничего не знают. Я 53 года работаю среди них. Это, я говорю, открыто. Ну все тогда, если торопитесь. Хорошо, спасибо. С Богом. До свидания. Да, с Богом. С Богом. Слава Богу.